Движение по Краснофлотскому мосту в Архангельске закроют 8 августа. Как идет подготовка к большому ремонту? Большая строительная площадка в Вельске возводят дома для людей, которые переселяются из аварийного жилья. Кто контролирует процесс? Московские ученые изучают генофонд Русского Севера. Жители Мизиени включились в проект, что они узнают о себе. Движение по Краснофлотскому мосту в Архангельске закроют 8 августа. Как мы сообщали ранее, удалось найти решение, при котором период остановки движения сокращен в 15 раз. Как идет подготовка к большому ремонту в столь сжатый срок, увидел мой коллега Алексей Макеев. Любой понимает, что ремонт моста это сложно, но к долгим работам готовы немногие. По проекту капитального ремонта Краснофлотского моста работы по замене одной из монолитных плит планировалось провести с полным закрытием движения в течение 60 дней. Поэтому у многих жителей города вызывает интерес, почему в этот раз проезд по Краснофлотскому закроют лишь с 8 по 12 августа. Пошли на увеличение сроков производства работ по замене. Сначала первый этап, потом второй этап, сейчас третий этап. И это у нас работа производится уже с марта месяца. Март, апрель, май, июль, июль. И вот в августе мы только закончим 6 месяцев. То есть мы увеличили срок производства до 6 месяцев, но при этом мы обеспечили непрерывное движение транспорта по мосту. То есть подготовка к 4-дневному закрытию велась целых полгода. Вопрос решался на уровне правительства региона. Ведь 2 месяца без автомобильного моста – это не только транспортный коллапс, но и фактически продовольственная блокада. Фуры в Архангельск могут проезжать только здесь. Именно поэтому региональная власть совместно с подрядчиком решила разбить работы на 3 этапа. Установили опаловку, арматуру запетонировали одну половину проезжей части и запустили движение по первому направлению. Дальше, на втором этапе мы, вот вы можете видеть его результат, произвели разборку железобетонной плиты и обновители забетонировали новую монолитную железобетонную плиту на проектном строении. И уже на третьем этапе две готовые плиты объединят в одну – монолитную. Без этого конструкция может устоять только на временных опорах. А чтобы шов застыл идеально, и требуется 4 дня без колебаний, которые создает автотранспорт. Отметим, что рядом с мостом строится и новое здание. Во время возведения конструкции в 80-х годах допускалось размещение сотрудников внутри сооружения. Уже действуют новые нормы, которые в целях противопожарной безопасности запрещают размещение обслуживающего персонала в конструкциях мостового перехода. Поэтому для обеспечения безопасности персонала и строится данное здание управления. Диспетчерская служба, службы, заказчика и обеспечения безопасности мостового перехода будут размещаться в этом здании. А при капитальном ремонте все устаревшее оборудование подъема и опускания пролетного строения заменят на электронику. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. Прокуратура Архангельска выявила нарушение при выполнении региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Проверка показала, три подрядные организации нарушили сроки исполнения обязательств по договорам, заключенными с некоммерческой организацией фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области. Что повлекло за собой нарушение прав и интересов граждан? По результатам проведенных мероприятий заместителем прокурора города вынесено постановление в отношении руководителей обозначенных организаций о возбуждении дел об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 кодекса об административном правонарушении. Мировой суд признал руководителей организаций виновными и оштрафовал их. Ремонт лайф заплатит 49 731 рубль. Коммунально-строительная техника 38 466 рублей. И компания «Честстрой» 2 млн 524 тысячи рублей. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вельске на контроле правительства региона. В городе с рабочим визитом побывал заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. В 2023 году подрядчик обещает сдать для переселения вельчан сразу три дома. Всего строится восемь. На улице Чехова в Вельске возводят три многоквартирных дома по областной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Введение их в строй поможет расселить 5000 квадратных метров аварийного жилья. Это 120 квартир. Где-то примерно месяц, месяц этаж. Хорошо. Итого, когда жителям ждать дома? Ну, в соответствии с графиком постараемся. Срок завершения строительства запланирован на 2023 год. Региональная программа по переселению состоит из двух частей. Помимо строительства новых квадратных метров региональное правительство выкупает у собственников аварийное жилье. Осталось выкупить 60% жилья и, соответственно, каждый месяц кто-то из собственников, у кого проведена оценка и кто согласен с оценкой, те, соответственно, собственники продают свое жилье государству. И эта работа идет очень хорошо. Вельск у нас один в лидерах. Сейчас Вельский район с точки зрения аварийного жилья можно назвать большой строительной площадкой. Скоро в городе появится 8 новых домов. Еще один построят в Кулуе. Запас материалов достаточно большой. Как говорят субподрядчики, вообще проблем особых со строительством нет. Всегда по заявкам выделяется техника, подводится строительные материалы. В общем, работа идет в графике. По заверению Дмитрия Рожина, программа по расселению людей из аварийного жилья в Вельском районе будет продолжена. И жители домов, которые признаны аварийными после 2017 года, тоже начнут получать новые квартиры. Алексей Макеев, Андрей Миронов. Регион 29. В Мизенском районе ученые из медико-генетического научного центра Москвы при поддержке администрации Министерства здравоохранения Архангельской области изучают генофонд Русского Севера. Местным жителям выпала возможность поучаствовать в проекте и узнать историю своих корней. Какова генетическая история наших предков? Какие народы сродни нам? Ответы на эти вопросы теперь могут найти жители Мизенского района. Там работает группа сотрудников Московского медико-генетического центра. А местные жители помогают составлять генетический портрет народов Русского Севера. Мы приглашаем всех людей, у кого местные корни, соответственно, от одной семьи один человек. И в идеальном варианте мы хотели бы охватить все семьи, все разнообразие линий, и все семьи, у которых корни в Мизенском районе и в тех поселениях, куда мы приезжаем. Чтобы поучаствовать в обследовании, первым делом нужно сдать кровь. Дальше пройти антропологическое 3D-фотографирование. Этот способ съемки позволяет сделать огромное количество фотографий за одну секунду. Задача обследуемого – ровно сесть, выбрать точку на стене и смотреть только на нее. Моргать можно, дышать можно, двигаться, двигать глазами нельзя. Начинаем, замираем. Добровольцы, прошедшие обследование, получат результат – генетический паспорт и географическую карту, по которой прослеживается распространение их генов. Однако обработка данных займет некоторое время. Самому интересно знать, откуда мы тут произошли, откуда пришли. Нам, наверное, скажут. Потом через два года, в течение двух лет. Просто ради интереса. Почему не поучаствовать, если приглашают. Все, кому интересно, подписывают согласие, а само обследование проводится под контролем этической комиссии. Лидия Папуш, Виолетта Копылова, Николай Акулов, Регион 29. Итоги этого четверга в 19 часов ровно. Я не прощаюсь с вами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова